Скажите, пожалуйста, на основании чего вам дали политическое убежище во Франции в 2020 году? Мне дали убежище 29 сентября 2020 года. И оснований у меня, я думаю, миллион раз больше, чем у любого, кому когда-либо Франция давала убежище. То есть, что я политически преследуемый, при этом масса правозащитных международных организаций, это признала узником совесть. Это, знаете, история тянется с 2001 года, и вся моя жизнь с этого периода, она открытая. Резолюции были 3 февраля 2003 года, резолюции Европейского парламента. И таких международных документов, отчётов Госдепартамента США, заявлений Европейского Союза, похищения моей семьи, в 2013 году из Италии, жены и дочери шестилетние. Эта борьба против меня идёт системно уже многие годы. Я и в тюрьмах отсидел, и пытки прошёл, и всё прочее. Поэтому достаточно забить мою фамилию в интернете, чтобы, скажем, очевидно, что результат, почему мне дали политическую убежь, и неочевидно для многих, наверное, было, почему государственная организация ОФПРА в 2018 году умудрилась дать мне отказ, который мне удалось сломить через судебное решение Франции 29 сентября 2020 года. Потому что меня освободил решение Государственного совета Франции, это Высший административный суд. Они отменили все решения правительства Франции, нижней инстанции судов, признали, что я политически преследуем Казахстаном, и что Россия и Украина манипулируются Казахстаном в цели уничтожения своего политического оппонента. Это было решение Высшего административного суда. Тем не менее, вопреки этому решению, в 2018 году ОФПРА, это государственное агентство, которое занимается выдачей убежиства, политическое убежище, они мне отказали, при этом стеснялись, отворачивались. Им было неудобно. И я точно знаю, так случайно получилось, что несколько моих знакомых разговаривали с бывшим председателем этого агентства, который только ушёл в отставку, и он за чашкой кофе жаловался. Он просто не понял, что эти люди со мной знакомы. Он жаловался, что на него было оказано беспрецедентное давление по известному казахскому оппозиционеру, что они были вынуждены дать отказ. И когда эти люди сказали, что они меня знают, он испугался, просто убежал с завтрака. Понимаете, он был в панике. Поэтому, конечно же, это был результат, скажем, политических переговоров. Мне в 2018 году отказали. А в 2017 году, в июне, через полгода после того, как меня освободила Франция, и Государственный совет отменил все предыдущие решения, включая правительство, Казахстан заочно осудил меня на 20 лет по экономическим обвинениям, полагая, что теперь они меня не могут вытащить. Ну давайте мы его теперь осудим в Казахстане и попытаемся из Франции вытащить уже по другой технологии. Они пришли в прокуратуру Франции. Прокуратура Франции подвесила это дело. И вот все это шел в результат всего этого, что ОФПР мне отказал. Это, конечно, безусловно, лоббирование было. Это лоббирование мы обнаружили. Кто там двигался, переписку нашли. По законам и Франции, и Международным конвенциям, вообще государственным органам запрещено. вести переговоры по тому человеку, который подал на убежище. Но, к сожалению, прокуратура очень медленно двигается в Франции, а у нас доказательства просто железобетонные. Даже переписка Макрона в конце 2019 года, такая, будучи президентом, написал на 250 страницах обращение к Макрону, где уговаривал выдать меня. На что Макрон ответил, что он не может влиять на судебный процесс, но при этом, скажем, допустил оплошность, сказав, что этим вопросом занимается прокуратура. Вообще он даже это не мог говорить. То есть это говорит о том, что президент страны интересовался, получал отчёты, доклады со стороны прокуратуры. Он не может даже это делать. Даже французская газета по этому поводу написала. То есть просто так получилось, что в тот период был период COVID, и вся пресса была, скажем, посвящена именно развитию COVID, как во Франции, так и во всём мире. Иначе в другой ситуации это был бы грандиозный скандал. Вот, собственно, я вам просто показываю, какая вокруг меня идёт борьба. И известная правозащитница Людмила Козловская опубликовала недавно где-то несколько постов, где показала, как с 2012 года идёт дипломатическая работа с Францией. Готовили визит Серега Ахметова в 2013 году. И юристы там, скажем, пугались, говорили, а вдруг сейчас команда Аблязова узнает, что такая подготовка идёт, нам нужно быть осторожны. Там есть имейлы, переписка. Десять лет вот такой непрерывной работы собственно сейчас привело к тому, что они сумели у меня сейчас отобрать убежище. Но это, конечно, не последнее решение, потому что у меня есть право апелляции. Но, тем не менее, это всё совпало с визитом Тукаева 29-30 ноября в Париж, где он встречался с Макроном. И газета «Лефигера» написала, что обсуждался вопрос о выдаче Аблязова, что Аблязов мешает торговым отношениям Франции и Казахстана, и что решение суда будет для меня негативным. То есть, понимаете, уже газета заранее озвучивала то решение, которое было озвучено фактически только 9 декабря. Вот, собственно, вот такая вот борьба идёт. Очень серьёзная. Но я хочу сказать, что это же не первый случай. Я когда уехал из Англии в 2012 году в догонке, через два года у меня отобрали английское убежище. И сейчас достоверно известно, мы опять же публиковали переписку. В тот момент министр внутренних дел, Тереза Мэй, последствия премьер-министр, она вела переговоры с казахской стороной, и казахская сторона настаивала, что английские компании могут получить, что называется, открытые двери при условии, что отзовут убежище у Облязова. Опять же, по английским законам и по международным конвенциям запрещено вести переговоры по человеку, который получил статус беженца. И Мэй вела, тем не менее, в нарушение законов Англии и были подписаны премьер-министром Кэмерон в соглашении на сумму 80 миллиардов фунтов, это свыше 100 миллиардов долларов. То есть меня продали за вот такие деньги. Ну, я сейчас иронизирую, что, наверное, мне нужно ездить по всей Европе, и Казахстан будет со всеми подписывать по 100 миллиардов договора. И вот таким образом, может быть, Европа получит массу всяких, скажем, дивидендов от того, что я нахожусь в Европе. Мухтар Кабулович, большое спасибо. Вы ответили на все мои вопросы, которые я даже не произнесла. Да, но вы знаете, у нас, я думаю, что важный вопрос. Казахстанские СМИ, они говорят всё, вот экстрадиции и так далее. Важный вопрос. Мне вот сегодня в сообщении от вашей организации пришёл вопрос, значит ли, что это будет экстрадиция? Я хочу пояснить. Есть решение высшего административного суда от 9 декабря 2016 года. Это решение никто не может отменить. Она окончательно, обжалованной не подлежит. В нём чётко говорится, экстрадиция запрещена в России. И когда была мотивировочная часть, судей, там 15 судей, мотивировали, объяснили так. Казахстан стоит за Россией и Украиной, что это преследование политическое. И экстрадиция запрещена. Поэтому ни в России, ни в Казахстан, ни в России экстрадиции невозможно. Это первое. Второе. Опять же, СМИ пишут, что возможна депортация в Казахстан. Депортируют обычно в ту страну, гражданином которой ты являешься. Вот я гражданин Казахстана. Есть запрет на мою экстрадицию. То есть ни экстрадиции, ни депортации невозможно. Понимаете? И Франция сейчас в тупике. Хорошо. Вот этот суд отобрал у меня убийще. Я подам, конечно, у меня есть право апелляции, высший административный суд. Допустим, высший административный суд тоже решил, что вот они мне не дадут убийще. Допустим. Хотя я в это не верю. Но тогда возникает вообще удивительная ситуация. Францию я покинуть не могу. Документов у меня нет никаких. Потому что я паспорт сдал, и мне должны были взамен выдать дорожный документ, аналог паспорта французский. Мне его за два года, с того момента, как я получил убийще, его не выдали. Хотя обязаны были выдать в течение месяца. В результате лоббирования, подвешивания, мне документ не выдали. Я хожу с бумажкой. Этой бумажкой можно двигаться только по территории Франции. Ну, допустим, мне отказали. Теперь я должен куда-то уехать. Казахстан запрещено. В Европу я не могу выехать, у меня бумажка. А если мне, ну, например, в Америку я тоже не могу уехать. Вообще никуда. Депортировать меня не могут, экстрадировать не могут. И тут вообще возникает забавная ситуация, что тогда мне Франция, если хочет, чтобы я покинул страну, должна выдать документ какой-то. Но выдача документа — это судебный акт, это человеку нужно придать какой-то статус. Если мне статус дают, то я опять остаюсь во Франции. Понимаете? Они сами себя загоняют в угол, в тупик, потому что это суть политических переговоров, экономических там каких-то плюсов, которые хочет якобы получить Франция. И я хочу здесь очень подчеркнуть, что такая политика проводилась ранее и Европейским Союзом, и Америкой с Россией, когда они, эти страны, ведущие страны мира, прекрасно понимали, что там коррупция, диктаторский режим, воровство, позволяли этим капиталам находиться у себя в стране. И только агрессия против Украины привела к тому, что Европейский Союз и Америка осознали. Так, так не пойдёт, мы сейчас будем их обкладывать санкции. Но есть же такие же страны, союзники Путина, диктаторские и так далее. С ними они заигрывают. То есть старая политика осталась в адрес других стран, таких же, как Россия, но менее агрессивных, потому что у них нет возможности нападать, как у России. Но политика не изменилась. То есть осознание не произошло. А это, по сути, будет во вред и самой Европе, и самой Америке и так далее. Вы понимаете, вот что произошло? Очень такая нестандартная ситуация, когда Франция фактически продала так же, как Англия, нарушила основные принципы. Понимаете? И, конечно же, очень важный вопрос, а как они аргументировали? Вот это ОФПР агентство говорило так. Нет, мы признаём, он политик, мы признаём, что его нельзя экстрадировать, мы всё признаём. Но судья задаёт вопрос. Это в 2020 году было, когда мне выдавали убийще. А тогда мы не понимаем, а что вы возражаете? Они говорят, ну, мы имеем право. То есть как имеете право? В чём суть дискуссии-то? Ну, знаете, вот есть Женевская конвенция, как они говорят, и там есть статья, которой мы пользуемся. А Женевская конвенция гласит, что статус можно отобрать у тех людей, которые обвинены в военных преступлениях, в геноциде и так далее. Однозначно просто читаешь. Они говорят, ну, мы считаем, что у нас есть, не у нас есть, а есть подозрение, что он совершил экономические преступления. Только подозрение, обратите внимание, не доказательство, доказательств у них нет. И на основании этого мы можем воспользоваться нормами этой конвенции. Но наши адвокаты говорят, ну, вот открываем конвенцию, там написано, военные преступления. Где здесь военные преступления? Ну, мы считаем, что суммы, которые ему инкриминируют, подозревают настолько большие, что мы можем тоже их приравнять. Понимаете? Там же конвенция однозначно написана. И вот, собственно, каким образом торговля идёт. Я нашим людям в Казахстане объясняю, не нужно здесь переживать, что Запад — это плохо, что там коррупция. Нет. Просто такие крупные, скажем, дела, как у меня, они, по сути, формируют брешь правовой и политической системе этих стран, когда идёт торговля крупная. Тут, получается, и правительство отступает, сдаёт, начинает маневрировать и билять. И, к сожалению, вот это со мной происходило и происходит все шесть лет здесь, то же самое происходило и в Англии. Но, скажем, в Америке я выиграл все процессы против себя, Германии выиграл и так далее. Это тяжёлый процесс, к сожалению, когда те самые, так называемые, чистые стандарты в моём случае не в полной мере работают. Но судебная система, она позволяет апеллировать, бороться. Я уверен, что я сумею победить. Просто у меня финансовые проблемы, откровенно говоря, когда мне говорят, а что у тебя деньги кончились? Я говорю, вы попробуйте, получите на руки 7 миллиардов и тратьте их каждый день по миллиону. Вы их никогда не потратите. Поэтому, если бы у меня те самые миллиарды были, то я бы не просил поддержки у людей, а я сделал публичное обращение к людям, чтобы они мне помогли финансами, начали поступать какие-то деньги. Казахстан заблокировал все платежи по тем реквизитам, которые были. Программный продукт, что там работает, банковский. Все заблокировали, переводы закрыли и так далее. Видите, вот как они действуют. Вот такая вот ситуация со мной по убежищу. Вот такая вот. Поняла. Большое спасибо за такой подробный комментарий. Надеюсь, что у вас все быстро разрешится. Быстро не разрешится, это еще не меньше года борьбы. Ну, тогда держитесь, я желаю вам удачи. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.